Один из моментов карьеры, о котором сожалеет Оскар Деллахоя, это поединок с Феликсом Тринидадом, а вернее их рематч, который так и не состоялся. И дело не только в том, что Деллахоя не получил свои возможности реваншировать первое поражение, но и в том, что он мог заработать еще одну феноменальную сумму. Фанаты жаждали увидеть второй поединок, но Тринидад поднялся в средний вес и был избит Бернардом Хопкинсом в 2001 году. С учетом того, какие большие деньги и какое наследие стоит на кону для их франч бойца. Деллахоя не хочет, чтобы он жалел об этом реванше так же, как и о своем. Есть некоторые бои в прошлом, которые я хотел бы провести еще раз. Тринидад Деллахоя. Некоторые не увидели моей победы в этом бою и до сих пор спорят об этом. Поэтому я не хотел, чтобы то же самое произошло и в этот раз. Поэтому мы заслужили увидеть Канело Трипл Жи 2. Их первый бой был замечательным. Я считаю, что второй бой будет еще лучше. Между ними настоящая враждебность. Оба парня не любят друг друга. И я думаю, мы это увидим 15 сентября. Этот бой станет блокбастером. В этом нет никаких сомнений. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдрен Бронер сделал заявление, которое очень похоже на объявление о завершении карьеры. «Все, я завязал с боксом. Задолбало, что каждый сукин сын то и дело пытается меня использовать в своих целях». Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс вернется на ринг в сентябре. Об этом рассказал его промоутер Фрэнк Уоррен. Журналист BoxingNews24.com Скотт Гилфойт допускает, что британский боксер может встретиться с ирландцем Гарри О Салливаном. Однако того может не устроить вариант боя в Великобритании. Он планирует выступать в андеркарте второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. К тому же О Салливана может не устроить предложение Сондерса, поскольку в декабре Спайку пообещали бой с победителем поединка Канело-Трипл-Жи. Канело Альварес готовится к сентябрьскому поединку с Геннадием Головкиным. В своем твиттере соотечественник Сауля журналист Диего Кабрера опубликовал видеофрагмент тренировки боксера, сопроводив его подписью. Канело хочет кого-то ударить, на что сам Альварес ответил «Очень хочу». Соглашение о проведении обязательной защиты между чемпионом по версии WBC в супер-среднем весе Дэвидом Бенавидисом и Энтони Диреллом достигнуто. WBC 21 мая обязала их определиться с даты поединка, а торги, назначенные на 22 июня, были отменены. Ожидается, что поединок состоится в сентябре. Эрл Спенс по-прежнему планирует провести поединок до конца года, но соперник по-прежнему остается неизвестным. Либо это будет победитель встречи Шон Портер и Дэнни Гарсия, либо Кит Турман. Если он действительно хочет, дело за Китом. Он должен вернуться в ринг, понимаете? Скорее всего он проведет пару боев или травмируется еще раз. Тренировочный лагерь тяжело дается парню. Действительно тяжело. Команда Дуантея Уайлдера изучила контракт, предложенный промоутером Эдди Хирном на бой в Британии против Энтони Джошуа. У представителей боксера из США есть пара вопросов, которые необходимо решить. Проблема в том, что британская сторона не отвечает. Как минимум, так утверждает Шелли Финкель, менеджер Уайлдера. В понедельник мы изучили контракт и выявили два момента, которые нам необходимо прояснить. Знаете, очень неприятно, когда Хирн каждый день раздает по парочке интервью, в которых отмечают, что нам, команде Уайлдера, необходимо торопиться, а сами в это же время не отвечают на наши электронные письма. Говорите, нам необходимо торопиться? Окей, не вижу проблем, так дайте же быстрее ответы на интересующие нас вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!